Здравствуйте, дорогие дети! Я рада встрече с вами. Начнем урок естествознания. Вас ждут новые знания, исследования и открытия. Тема нашего урока – можно ли изменить тень? Что такое отражение звука? Сегодня на уроке вы узнаете, от чего зависит размер тени, что меняет направление звука и что такое отражение звука. Научитесь измерять и сравнивать размер тени. Вспомните, люди каких профессий используют зеркало? Вы самостоятельно выполняли задание. Люди каких профессий используют зеркало? Проверим, как вы выполнили задание. Зеркало используют люди разных профессий. Например, стоматолог, парикмахер, визажист, водитель, фотограф, модельер, иллюзионист, актер. Молодцы, ребята! Вы когда-нибудь были в театре теней? Давайте мы вместе отправимся туда. Но перед путешествием вспомним, что такое тень? Что такое тень? Тень – это темное пятно, возникающее при попадании света на полупрозрачные и непрозрачные тела. Запомните! А сейчас посмотрите сцену из одного спектакля. Угадайте, что это за сказка. Правильно! Сказка Шарля Перо «Красная шапочка». Как вы догадались? Главные герои – дровосек, волк, красная шапочка и бабушка. А как мы видим их тень? Свет движется прямо линейно и встречает на своем пути препятствие в виде различных тел. Появляется темное пятно тень. А почему тени разных размеров? Как актерам театра удается менять размер тени? Рассмотрите следующие картинки. Мама выше красной шапочки. Красная шапочка ниже волка. Дровосек выше волка. Чем больше тело, тем больше препятствия и больше тень. Чем меньше тело, тем меньше препятствия для света и меньше тень. Запомните! Актеры теневых театров могут изменять размер тени, увеличивать и уменьшать их. Что они для этого делают? Правильно! Используют разные источники света. Актеры регулируют расстояние между источником света и предметом. Регулируя их расположение, можно растягивать или сжимать размер тени. Давайте сделаем вывод. Так что же влияет на размер тени? Тень уменьшается при отдалении источника света от предмета, увеличении расстояния между предметом и экраном. Тень увеличивается при приближении источника света к предмету, уменьшении расстояния между предметом и экраном. У всех ли предметов есть тень? Рассмотрите следующую картинку. Почему у пламени свечи нет тени? Огонь может отбрасывать тень, если другой источник света был ярче, чем огонь. Пламя на фитиле свечи является химической реакцией, и достаточное выделение сажи блокирует часть света. Пламя и дым будут препятствовать проникновению прямых солнечных лучей или света от другого источника. Поэтому у пламени нет тени. Я хочу задать вам интересный вопрос. А разговаривает ли гора? Дети отправились в горы. В горах была абсолютная тишина. Они начали кричать и шуметь. Что они услышали? Они услышали те же звуки, которые они произнесли. Почему? Звук отразился. Это явление, при котором возникает отражение звука, называется эхо. Звуковые волны, как и цветовые лучи, тоже могут отражаться. Звук достигает препятствия. В данном случае горь отражается и возвращается обратно. Где еще можно встретить это явление? Возьмите мобильный телефон и положите его в стеклянную емкость. Позвоните на телефон. Что вы услышите? Вы услышите, как телефон звонит, потому что звук отражается. Звук телефона достигает препятствия. В данном случае стенок стеклянной емкости отражается и возвращается обратно. Тиканье часов слышно очень тихо. А как услышать отраженный звук тиканье часов? Для этого часы поместите в банку и закройте ее тарелкой. Услышите ли вы звук тиканье часов? Конечно, вы услышите тиканье часов благодаря отражению звука. Каким образом усиливается звук музыкальных инструментов? Звук музыкальных инструментов усиливается благодаря отражению звука. Запомните. На кораблях для измерения глубины используют прибор эхолот. Как он работает? Эхолот излучает звук и измеряет время, за которое звук достигает дна и возвращается обратно. Этот прибор используют мореплаватели, кладоискатели. Запомните. Звук отражается. Но почему, если человек потерялся в лесу и кричит о помощи? Спасателям трудно найти местонахождение такого человека. Лес большой, много деревьев. Крик человека приглушается из-за деревьев и масштабности леса. А сейчас повторим все, что изучали на уроке. Предлагаю игру. Доскажите словечко. Будьте внимательными. Темное пятно, возникающее при попадании света на полупрозрачные и прозрачные тела. Это тень. От маленького предмета будет маленькая тень. Что влияет на уменьшение или увеличение тени? Расстояние и источник света. Явление, при котором возникает отражение звука. Эхо. Для измерения глубины на кораблях используют эхолот. Вы справились с заданием? Молодцы! Вот урок подошел к концу. Сегодня вы узнали, от чего зависит размер тени. Что меняет направление звука и что такое отражение звука. Научились измерять и сравнивать размер тени. Вспомнили, люди каких профессий используют зеркало. Для закрепления изученного материала самостоятельно выполните задание. Прочитайте, можно ли изменить тень. Что такое отражение звука. На страницах 10-13. Выполните задание. Исследуй на странице 10. Спасибо всем. До новых встреч на самых интересных и познавательных уроках естествознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова